здравствуйте дорогие все зрители так сказать с моего канала все доброжелатели и не доброжелатели тоже села делать макияж как всегда будем писать видео пока делаю макияж поговорим о томасем сделаю макияж разбор полетов сегодня отвечу на парочку неадекватных комментариев скажем так настроение у меня сегодня такое знаете не выспанная вот поэтому как обычно такие в общем то я всегда буду говорить то что думаю поэтому хотите обижайтесь хотите нет девочки но знаете эффект бумеранга если вы запустили какой-то негатив он обязательно к вам вернется поэтому сами понимаете да церемониться тоже не буду вот так я нанесла не тональные девочки меня есть такой вот консилер это от эвелин консилер здесь 15 грамм достаточно бюджетный но вы знаете мне он лично работает и как консилер для меня ну под глаза да и вообще как тональный крем потому что я его сюда наношу потом не сесть на вокруг глаз ну как положено и потом уже растягиваю сюда на лицо и получается в общем то два в одном и как консилер и как тональный крем тем более 15 грамм ну сами понимаете вот так вот этим тюбиком можно год пользоваться той больше а вот хороший консилер не сушит все классно ну естественно припудрилась ниже ресничку тоже сделала чтобы сэкономить время а вот сейчас мы подправим бровки моим любимым карандашом кто не знает на алиэкспресс брала мой любимый карандаш и для бровей а еще знаете настроение не очень во-первых не особо хорошо спала среди ночи почему-то просыпалась что-то снилось уже не помню что снилось они выспанная женщина это же ну сами понимаете да уже как говорится ну и плюс женские дни женские дни начала так скажем и соответственно тоже это накладывает свой отпечаток ну это это ладно то что я не выспасит это так я к слову говорю а не то что у меня плохое настроение а просто я в очередной раз удивляюсь что насколько же есть неадекватные люди а точнее сказать женщины ну по таким комментариям сразу видно что женщина как раз таки несчастна во первых несчастна во вторых абсолютно ума не хватает элементарного даже просто ума такта какой-то дипломатичности и так далее потому что я знаю на сто процентов только несчастная женщина может опуститься для того до того чтобы заходить да там на разные каналы и в частности на мой и устраивать там какой-то балаган да там с оскорблениями там с какими-то там со своими фантазиями и все остальное прочее вот мы поскольку там в комментариях были вопросы а человек ждет ответа вот сегодня отвечу просто мне уже немножко как говорится достало до отвечать на одно и то же соответственно как говорится ну я отвечу окей хорошо другие прошлые видео посмотрите чтоб может быть вам что-то прояснится вот ну а плюс игру не просто не то что там плохое настроение нет а я даже не знаю как и как это состояние описать это знаете вот вот типа как в школе вот у учителя настроение вот так вот взять за ухо и вот так вот взять за ухо постучать по башке а парту и сказать ты чё вообще идиот что вы знаете вот чувство вот такого уже раздражение какого-то лишь господи ну какие штупые люди но какие штупые женщины бывают просто ну понятно что их не а тупость опять же вызвана личным несчастьем там да вот но тем не менее курса взять вот так побалдеть дать сказать господи какая что тупая дура вот честно девочки серьезно так чем будем краситься давайте наверное возьмем новиночку да я вам покажу новинку я недавних видео показывала на что я приобрела тенюшки визи арт вот поле дочка девчата я ее открыла посмотрела потестила и уже насколько там недели две-три прошел до с момента ее покупки или даже почти месяц но я аж боялась к ней притрагиваться девочки это бренд визи арт профессиональный французский бренд достаточно дорогой скажем так палетка новая не был от кого-либо новая покупила на авито но у человека который занимается доставкой косметики из запада сюда к нам и просто потом ее продает то есть знаете дилер такой 4100 рублей 4100 рублей стоила эта палетка ну и плюс доставка палетка не бэушная новая то все тоже переживает что я там был украшу с девочками я не брезгую косметикой которая была в руках с другой девочки понимаете я к девочкам отношусь в общем то хорошо вот я не думаю что там свою какую-то палеточку девочка держала в какой-то грязи да потом вдруг решила продать и я такая помоечница ее купила я во-первых не брезгую во вторых перед продажей как правило девочки дезинфицируют палеточку этого во вторых в третьих я тоже умею и даже на энергетическом уровне очищать любую вещь от энергетики другого человека понимаете ну и в четвертых почему не купить эту палеточку если девочка хочет продать тем самым как говорится и себе получить желанную палеточку тем более если она сейчас уже не продается то есть в продажах ее просто тупо нету да и себя как говорится побаловать порадовать и девочки помочь продать это же приятно да когда ты выставил вещь там допустим свое на продажу а ее кто-то купил почему нет так что не надо там сильно переживать я ценю ваши переживания обо мне вот я говорю я покупаю на авито какую-либо палеточку не потому что мне там денег не хватает там я там по помойкам лазию что-то собирать не хватает денег я же заплатила за эту 4000 понимаете даже глазом не моргнула что я ее хотела я ее увидела в обзорах одной девочки просто палеточка уж больно красивая если не ее упаковка я бы вряд ли бы ее купила но упаковка это первый фактор почему я ее купила вот уж больно красивая посмотрите какое красивое оформление но на мой взгляд красивая а вот во первых бренд достаточно известных хороший некоторые даже его считают крутым все-таки французский профессиональный бренд во вторых красивое оформление плюс она ведь она такая тоненькая много цветов но она тоненькая очень хорошо ее брать в поездку с собой вот и естественно мне нравится вот это оформление бы вот так вот за этот хлястик берете вот так вот открываете видите да вот этот хлястик вот так вот открываете ее опа тут зеркало видите еще даже пленочку не сняла на вот и вот здесь вот такая есть закрывашечка видите закрывает тени не просто пленочка как обычно пленка да а вот вот такая штучка она вот так вот раз закрываете и вот такая красивая раскладочка тени и девчата посмотрите какие красивые ну вот просто цветовая гамма очень красивая ну и все очень хвалят этот бренд что этот бренд прям крутой 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 прям качество там все такое прочее я думаю у меня не было я давно знаю об этом бренде но у меня не было думаю так такая упаковка обычно у них были такие простые упаковочки такого же плана просто там коричневый цвет желтый цвет красный да ничего так вот мы человек буду брать тени как тени а вот а когда эту увидела она называется визиарт кашемир а вот чисто из-за упаковочки я обожаю фиолетовый цвет плюс вот эти орнаменты а вот я думаю ладно одну хотя бы визиарт возьму до с собой хорошо брать и вот из-за того что вот так вот она открывается да то есть вы вот так вот не берете открывается раз его здесь зеркало достаточно большое и вы себе делаете макияж плюс много цветов то есть ее одной достаточно чтобы взять допустим в ту же поездку куда-то да то есть то есть взяла не для того что у меня там тени не хватает тени у меня до хренища а вот а чисто из-за того что вот она такая вроде бы и небольшая до тоненькая но при этом много цветов красивое оформление и все такое прочее а вот так что хватает у меня денег брать и новое но я говорю у меня нет такой брезгливости понятно трусы я чужие не одену косметику я могу взять да вот вот во первых нет брезгливости во вторых я могу купить эти тенюшки которых сейчас уже вообще нет в продажи да какие-нибудь лимитки и так далее но у их нет продажи все и никогда не будет а я хочу ну и плюс помочь девочки просто тупо продать и себе получить денежку да почему нет мне как говорится не жалко вот на мой взгляд очень красивая гамма цветов девчата мы сейчас сводчики тоже с вами посмотрим нравится настолько нравится что я даже как-то вот не хочу ее за каждый день да там это это так вот сегодня сделаем ею макияжик посмотрим а вот ну и так я буду ей красить по желанию когда мне захочется сейчас конечно много в визиарта разных палеточек с разным оформлением с разной цветовой гаммой маленькие четверочки в два ряда там восемь цветов и вот здесь у нас сколько цветов здесь у нас три ряда цветов три ряда по 4 здесь у нас 12 оттенков красивая палеточка конечно я ее тестила и по тестам что я могу сказать прям крутая 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 какая-то качество нет просто хорошие качественные тени потому что как говорится все уже давно придумали уже ничего нового не придумаешь просто тупо хорошие качественные тени с очень красивыми оттенками вот и все вот поэтому прошу не обижаться насчет того что то есть стукнуть взять за ухо и стукнуть об пол до кого-то там у меня желание не тех девочек которые спрашивают почему я не покупаю новые нет это к вам не относится это относится к другой женщине там периодически людмила давыдова по моему или а данилова людмила данилова по моему так но я потом загляну мне вас уже хочется вот знаете за ухо взять как паршивого кота и просто треснуть вас об стенку вот реально за ваши постоянные там под каждым почти видео ваши там какие-то вот дурацкие комментарии оскорбительного характера меня арджуны и так далее поэтому не удивляйтесь что мне хочется вас треснуть об стену потому что вот такие люди до такого плана которые вот заходят и вот смотрят где бы нагадить а еще лучше найти себе подельника да там зацепиться еще за какой-то комментарий и чтобы вместе нагадить он так групповуху устроить понимаете вот у меня к чувство к вам вот презрение вот таких людей я просто презираю которые ищут а где бы поднасрать и вот таких именно людей вот знаете ты раз объясняешь второй раз объясняешь третий раз объясняешь я вам тоже в комментариях объясняла 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 что нельзя так вести и то и все и прочее а вы не унимаетесь и когда вот человек уже не понимает слов хочется просто его взять вот за ухо и просто об стенку стукнуть хорошенечко может быть чтобы сотрясение мозга ему может поможет как-то вот прийти в себя понимаете вот я просто у меня вот чувство презрения к вам вот и все вот так ну что мы будем делать макияж до девчата будем брать эту палеточку давайте сейчас мы лучше сделаем макияж пока свет еще есть наверно быстренько я не агрессивная я могу долго терпеть я долго терпела ну вот под последним видео когда вы там устроили якобы голосование понимаете а давайте проголосуем там помощь другу там там по поводу моего арджуны там и так далее вы чё устраиваете какое на хрен голосование поэтому я говорю вот таким поведением вы показываете вот свое нутро понимаете вот свое нутро просто какой-то неадекватной тетеньки ну и так далее поэтому не удивляйтесь что у меня теперь к вам просто вот такое чувство презрения так что мы будем делать какой макияж на теплый макияж и сделаем наверное матовый оттеночек попробуем сделаем теплый просто макияжик там есть такой теплый коричневый здесь девчата только два оттенка матовых остальные оттенки они такие либо сатин либо шиммер ух не ну пигмент не ну пигментация конечно вот видели да я вот так вот так вот сделала и смотрите это хорошие очень хорошие качественные тени красивый цвет такой коричневый а вот видите да и очень хорошо прям тушуется вот я вот буквально вот так вот прикасаюсь и он как говорится сам себя тушует не ну так то да так то здорово конечно вот пару мазков видите и все и и готово это просто очень хорошие качественные тени которых очень хорошо растушевываются не залипают то есть они прям вот такие вот видите да девчата и все и все готово можно конечно еще потушевать более такой большой кисточкой чтобы прям уж так вот все ну да в работе они конечно легко то есть не надо их прикладывать усилий вот так вот раз мягкой кисточкой вот так вот просто хорошенечко сделал там очень вот визиар тогда очень хорошая палитра много у них палеток абсолютно с разной палитрой и яркие есть оттенки и такие вот более классические далее и так далее вот это хорошо тушуются прям приятный красивый коричневый цвет очевидно для вообще-то знаете я мне нравится макияж может быть я его сделаю даже макияж он такой знаете как там только два цвета черный и коричневый матовый чтобы не добавлять никаких блестючек я вот знаете девчата каждую субботу сейчас да у нас же на тнт проходит это передача битва сильнейших экстрасенсов ну и там же постоянно вот эта тема проклятие проклятие а кто меня прокляло почему а до самое главное в люди никогда не задают вопрос а почему у меня проклятие а почему а почему как это я вот что я такого натворил что у меня проклятие никто никогда такой вопрос не задавал девочки вот я уже все сезоны все сезоны всегда я смотрела эту битву экстрасенсов а вот понимаете более того во второй сезон меня приглашали участвовать да и я прошла кастинге даже в первой серии отснялась да вот и сейчас вот эти постоянно битвы сильнейших экстрасенсов и вот никто никогда не задавал вопроса почему да как я заслужил это проклятие у всех только один вопрос а кто это меня проклят а кто это кто плохой девочки я варскую вам сейчас страшную тайну в этом мире все надо заслужить и проклятие кстати тоже понять сейчас ни в чем не виноват вот вообще ни в чем не виноват никакое проклятие на него не ляжет никакая такая карма которая тянет уже на статус проклятия у него не будет понимаете в этом мире все надо заслужить как и благословение так и проклятие а теперь с трех раз догадайтесь в каких случаях человек сам себе же зарабатывает проклятие в каких случаях при каких своих же действиях понимаете вот сами себе задайте этот вопрос особенно вы людмила данилова сами себе задайте вопрос нижний века тоже подчеркиваем а то люди думают что они такие белые и пушистые и все правильно делают а то вдруг видишь ли у них проклятие жизнь вся рушится в какой-либо сфере вот меня вопрос к вам всем игру особенно вот к таким писунам которые написывают всякие злостные комментарии как вы думаете почему ваша жизнь такая несчастная потому что судя по вашим комментариям она именно такая потому что счастливый человек удовлетворенный собой своей жизнью он не будет вот так вот гадить заходить и гадить под дверь как какая-то шавка как вы думаете почему ваша жизнь несчастная у вас пару минут пока я крашу тени на размышления такой хороший оттенок то сейчас ювелирная работа вот пока я тут занимаюсь подумайте все никому не помешает подумать а то люди так все удивляются постоянно почему такая жизнь плохая почему я такая чем я тут так плохо тут так плохо тут так плохо семья не складываются там дети не рождаются бизнес не идет все рушится и так далее и так далее и сразу же ищут и ищут же виноватых государство плохое соседка плохая васька гад скотина плохой бросил меня или там еще учета у меня вопрос девчата подумайте а я щас ювелирную работу закончу я вам отвечу чтобы всем было предельно ясно и особенно вот этим писунам доброжелателям в кавычках красивый оттенок такой коричневый я все девочки сделала коричневым что-то я так сегодня так я же естественно так а теперь где моя кисточка интересно она у меня тут есть вообще или нету кисточка на в другой коробочке у меня ладненько сегодня у меня такой темный макияж девчата можно сказать как вечерний больше давно я его не делала мне сегодня очень хочется сейчас потолще прямо здесь вот черными сделаем потом этот черный видео прям стрелочку так сюда поверх я рисую и мы сейчас этот черный черноту вот эту всю знать такой типа смоки смоки и пока типа коричневого смоки будем все это сейчас растушевывать сегодня кстати полнолуние причем полнолуние очень интересная потому что уже завтра то есть это полнолуние перед неделями предков и в прошлом видео я говорила что надо работать с предками особенно у тех у кого есть родовые проклятия так всем надо работать но особенно у тех у кого родовые проклятия 6 родовые проклятия то у человека не будет покоя в душе и покоя в сознании и человек будет такой вот скажем так несчастный со многими проблемами кстати так короче нанесла я вот как бы стрелочку и теперь вот мне надо вот это все это растушевать как можно сказать выше высоко высоко все это растушевать видите девчата какой будет смоки коричневый смоки латте да потом мы это все то есть мы сюда коричневый за этот черный этот цвет заведем прям на подвижное веко вот сюда вот повыше нити да и потом моему еще как бы затушуем этим же коричневым цветом у нас будет такой темный темный макияж вечерний такой смог коричневый черно-кофейные смоки будет девочки что-то меня потянуло на смоки ну хэллоуин еще к тому же приближается девчата тоже время видите тоже нынешний тоже в этом году получается хэллоуин он практически всегда попадает на недели предков что в это время в эти две недели предки даже те которые не дошли не перевоплотились еще до лишний раз там которые не дошли на петру локу которые зависли в форме привидений между мирами у них в это время знаете как отпуск в какой-то степени их отпускают повидаться со своими родственничками ныне живущими то бишь с нами их отпускают для того то есть в тонкой своей форме они все эти две недели будут вот прям рядом с нами и ну так природой богом создано и это делается для того чтобы мы им помогли 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 делая для них специальные обряды в которых делаются специальные подношения благодаря которым они могут получить энергию и в свою очередь эта энергия прана им поможет там реинкарнировать улучшить свой кармический статус там получить от машанти до успокоения души и так далее то есть очень такое время поэтому в это время родственники могут могут снится давайте себе какие-то знаки снится нам через эти сновидения давать какую-то информацию как правило очень важную ну что у них есть как бы такая возможность в это время к нам с нами связаться и как правило они с нами связываются через сновидение через всевозможные знаки ними ты через каких-то даже живых людей допустим там абсолютно незнакомый человек там вы пошли в магазин да абсолютно незнакомый человек в очереди друг может там что-то вам сказать и это реально окажется очень важным да вот два-три слова скажет а это реально как говорится в тему да в какую-то да и это реально так или то есть вы еще можете подумать блин абсолютно незнакомый человек а вот так так сказал и прям попал в точку и да реально сейчас у меня такая ситуация и он мне сказал что надо вот так вот так что то сделать то есть понимаете то есть это всегда вот что-то такое вот и вот такие раз делаете да и потом действительно так все там получается или удачно все получается но опять же это такая поддержка даже вам через этих людей скажем так предки помогают но опять же они помогают только в том случае если вы о них заботитесь вот посредством этих специально прописанных ритуалов вот это очень важное время поэтому насколько я помню да хэллоуин его таки называют что это праздник кого праздник умерших да типа праздник умерших ну на западе как обычно все перекрутили начали наряжаться в какие-то наряды типа наряды привидений и так далее в привидения души превращаются только тогда когда они неправильно захоронены и когда у них вот нету возможности да там эволюционно развиваться они застреют в форме привидений там всяких и так далее в итоге ходят пугают своих же родственничков чтобы те о них вспомнили и помогли понимаете да а вот так что тоже такое время интересное ну на западе как обычно все перекрутили потому что никто же практически этим не занимаются поэтому там реально куча уже привидений уже на земле столько привидений скопилось столько неупокоенных душ а веды говорят чтобы на земле были войны нужно два фактора убийство поедания животных и забвение своих предков то есть ну забвение понимаете да то есть нету заботы о них вот этой посмертной заботы нету заботы нету почитания и так далее поэтому вот мы можем и наблюдать потому что забыть о своей родовой не заботиться да то есть это уже навлекать на себя проклятие вот война плохие условия жизни тяжелые хронические болезни причем такие которые повторяются из рода в род которые называют генетические это гены нет это не гены девчата это проблемы с родовой это проблемная родовая или проблемы с родовой которые человек не решает как только он порешает эти все проблемы посредством специальных ритуалов процедур и так далее все болячки как рукой снимет понимаете да просто наука не может объяснить и называет и придумала вот это слово гены гены но это по генам передалось да не по генам а по родовым связям такой смоки девчата прикольно да вот вам макияж на хэллоуин вот вот вам такой макияж мне нравится такой макияж конечно ну днем его не поносишь ну сейчас уже дело к вечеру как раз вот сейчас макияж доделаю и это надо сбегать в магазин закупить как раз таки некоторые ингредиенты для работы с родовой потому что завтра уже первый день этих двух недель первый день и надо все для предков делать прикольно да мне нравится девчата не думайте я не забыла про проклятие как люди его получают сейчас я просто макияж закончим и уже так чтоб я не отвлекалась на макияж я уже говорила на эту тему в последних ну не в но не в последних а в прошлых своих видео ну видать эти люди они ж не видели эти видео вообще эти люди не смотрят не слушают внимательно видео они так вот заходят увидели меня да ну и испытывают какие-то чувства там неприятные как-то зависть обычная пресловутая женская зависть ну их там начинается и зависть уже вот это да вот эти эмоции они уже не дают им просто посидеть спокойно просмотреть все видео до да в которых четко видно и понятно что у нас отношения с моим арджуны уже пятый год и у нас отношения не каких-то двух придурков и идиотов которые друг друга пытаются там попользовать там или еще чего-то или там просто какие-то а-ля романтичные отношения понимаете у нас законные отношения если кому интересно он мой муж а я его жена причем законные понимаете не просто там что мы договорились хотя опять же я еще раз повторю согласно законам природы муж и жена на самом деле это двое людей мужского женского пола которые живут под одной крыше крышей спят в одной постели едят с одной кастрюли это уже муж и жена понимаете понимаете а если люди хотят эти свои отношения как говорится зарегистрировать чтобы всем было понятно и государству в том числе придумали такой институт вот офис да ты идешь и тебе дают бумажку загс называется да и тебе дают бумажку что да действительно вот они вот вместе живут у нас такая бумажка есть девчата понимаете поэтому забегая вперед понимаете это не просто мальчик который мне звонит какой-то непонятный и якобы пытается меня там там на деньги раскручивать говоря что у него там в институте вот требуют какую-то сумму это звонит мой муж и рассказывает как у него дела понимаете и семью я его знаю и семья меня знает и в отношениях мы уже пятый год это во-первых во вторых неужели вы думаете что я такая дура причем имея психологическое образование да то есть плюс я астролог я людей консультирую двадцать третий год вы понимаете какая это вообще цифра двадцать третий год я являюсь профессиональным консультантом как раз таки по вопросам судьбы там личных отношений и так далее неужели вы не думаете что я настолько тупая что я не вижу там обманывает человек меня не обманывает раскручивает на что-то или не раскручивает или неужели вы думаете я бы была там пятый год в отношениях с человеком даже не важно законные у нас там оформленные отношения незаконно видя что он меня обманывает или он так знаете четыре года жил со мной не обманывал да не раскручивал ни на что а тут вдруг позвонил начал какие-то деньги просить тем более опять же слушайте внимательно видео он в этом видео он сказал бэби дай мне денег мне надо эти деньги отдать в свой университет такая фраза звучала поэтому девчата прежде чем делать какие-то выводы и выдавать их там в своих этих комментариях внимательно смотрите и слушайте видео острочить ваши вот эти фантазии тем более и тем самым давая повод для таких людей как это людмила данилова там потом еще и устраивать этот опросники конкурс а если действительно обманывает ставите пальчик вверх а если кто-то верит в эту искренность ставьте пальчик вниз это что за херня то такая вообще а потом хочу вам сказать даже даже если предположить это так вот даже если предположить это по большому счету даже не ваше дело или вы там и так реально переживаете за меня и мою судьбу реально так переживаете что обманывает меня там кто-то не обманывает реально так переживаете я так верила Арджуне а почему вы верили Арджуне он что ваш муж чтобы вам ему верить вы что на себя его уже примеряете или чего он мой муж и это мне решать верить ему или не верить крутиться или не крутиться ради своего мужа понимаете я с человеком пятый год четыре года жили в Индии у меня в тумбочке лежали деньги достаточно крупные суммы денег а оттуда даже одна рупия не исчезла даже одна рупия не исчезла а они лежали вот так тумбочку открыл взял пошел почему я вам хочу такую вещь сказать что как раз таки насчет Арджуны это самый верный человек мужчина в моей жизни самый верный и самый честный который никогда не врет даже казалось бы хоть бы не то что не врет надо было это вообще не говорить да там там какую-то выгоду получить нет он всегда как ребенок все говорит как есть поэтому девчата если вы не знаете человека не надо писать свои фантазии причем оскорбительного такого характера не надо писать такие фантазии вы не знаете его только я знаю и уже логически надо предположить раз я с человеком пятый год значит он этого заслуживает чтобы я с ним была пятый год я не такая дура и я не такая слепая даже в силу вот той же своей профессии во-первых я женщина а женщину кстати невозможно обмануть если женщину обманули это значит что она позволила себя обмануть вот и все женщина такое существо которую нельзя обмануть это женщину а если женщина еще обладает видением знаниями определенными и так далее ее тем более невозможно обмануть поэтому девочки я говорю я не дура я все прекрасно вижу кто меня обманывает кто не меня не обманывает человек просто позвонил сказал вот был в колледже вот требует ну как требует сказали ну вот ты не ходил давай денежку ты же не ходил какая разница ходил не ходил давай за эти два года плати как будто ты ходил ой это не университет Арджуну раскручивает это Арджуна вас раскручивает на деньги девочки вы жили в Индии в первую очередь как раз таки там население раскручивают вот такие всякие организации и университеты в том числе а я жила 4 года в Индии там куда не придешь в разные организации там везде вас будут раскручивать на деньги там коррупция страшенная коррупция страшенная коррупция поэтому я Арджуне сказала это что за херня такая какой-то бандитский развод пойди к этому кто там начальник директора этого университета скажи ты что вообще охерел меня тут не было 2 года а я за что должен платить ты что вообще охерел Арджуна сказал да я пошел так ему и сказал как ты мне сказала отдадут они твои документы не отдадут не отдадут пошли вон они тебе нахер не нужны эти документы не надо поддаваться на ихние вот эти провокации это они считают что он дурачок не знает правил и всего и сейчас придет такой и раз-раз им денежки от слюнявит это как раз таки и эти знают а я знаю очень хорошо вот эти все организации индийские там куда ни приди на почту придешь они будут тебя там елозить это как я там ходила этот перевод вестерн юнион получать клиентка мне прислала господи этот же мужик меня час держал в своем кабинете а ты замужем а ты не замужем а ужин отпадем а ты это а ты астролог а какой у тебя бизнес а какой директор почты взрослый мужик там 40 с чем-то лет я сижу думаю господи я пришла просто получить перевод мне всю душу вытрясли а сколько там тебе денег прислали а чё тебе всю сумму отдавать а я говорю а чё половину что ли а чё у тебя тут какой-то бизнес а кто это тебе а чё это тебе поэтому девчата прежде чем судить моего Арджуну я говорю вам надо всем хорошо помыть свой язык я говорю за всю мою жизнь это единственный человек и единственный мужчина который всегда мне говорит правду который не делает для меня никаких особо гадостей наоборот сколько раз он за все наше время и помогал в Индии и помогал и защищал и из ганги меня вытаскивал когда я туда свалилась упала можно сказать жизнь мне спас жизнь мне спас человек сам даже не умеет плавать он разворачивается и видит что я плюхаюсь как раз в полете я подскользнулась на ступеньках на этих на ступеньках на кхате и вот так вот спиной вниз упала и ударилась спиной об эти все ступеньки которые уже под водой а там течение сильное у ганги и меня бы просто вот так вот если бы он не успел меня вытащить меня бы просто унесло течением а там бы о камни бы ударила и досвидос сколько там утопленников в этой ганге а он даже плавать не умеет он оборачивается то есть он смотрел на меня я стою потом слышит ба-бах я плюхаюсь в эту воду потому что у меня нога почти скользнулась и я вот так вот упала одетая с телефоном с сумкой со всеми делами он увидел он не задумываясь даже свою сумку не снял с телефоном даже кроссовки не снял более того он еще и плавать не умеет а он уже плюхнулся за мной давай меня оттуда вытаскивать не думая вообще о своей жизни всегда помогал мне и в моей работе и вообще и по дому и всегда всегда и всегда спрашивает это первый человек в моей жизни который всегда спрашивает бэби а ты кушала сегодня или нет бэби а ты кушала сегодня или нет но это мы не слышим когда он звонит и спрашивает да девочки это мы не слышим и чтобы потом в комментариях написать блин какой хороший муж у жены спрашивает кушала ты бэби или ты не кушала все у тебя хорошо или не хорошо это мы не слышим про деньги услышали сразу фантазия разыгралась ой да он такой да он вас раскручивает да он то это 4 года не раскручивал а тут раскрутил причем собственную жену да девочки и уже понаписывали и уже ну а остальные людмила данилова давай там уже давайте проголосуем ой звонок другу помощь другу кто верит ставьте такой лайк кто не верит такой лайк людмила данилова вот у меня вопрос вы вообще адекватная нормальная женщина у вас все дома у вас все в порядке с головой вот именно вас понимаете вот именно вас за вот эти ваши там вот такие коменты мне хочется просто взять вас за уху и пару раз об стену долбануть чтобы у вас мозги на место встали чтобы может быть вы потом поймете как себя надо вести в комментариях когда вы заходите на чей-то канал это во-первых во-вторых такими своими действиями вы делаете очень плохую карму себе понимаете веды говорят горе тому кто встает между мужем и женой своими сплетнями либо это на уровне сплетен либо это на уровне каких-то действий горе тому кто встает между мужем и женой вы хотите этого горя вам мало по жизни хотите заработать себе проклятие вот проклятие они так и зарабатываются нашими грязными языками и нашими плохими поступками вот так сам человек зарабатывает себе проклятие то есть он делает негативную карму и чем негативнее делает тем уже будет может до статуса проклятия дотянуть а почему я не могу свои отношения выстроить то да сё так может ты разрушаешь чужие отношения своими сплетнями своими действиями своими вот такими там речами в комментариях еще и голосовать она собралась вот я у вас спрашиваю вы хотите проклятие на свою голову если хотите ставьте лайк Людмила Давыдова прям таки напишите да хочу мне мало в жизни проблем хочу и вы обязательно получите да вы уже его получили так а чушь я закрываю мы же будем сводчи смотреть да девочки и девчата ну вот такой макияжик такой темненький смоки получился сейчас мы обновим обновим стрелочку ну не стрелочку а ниже ресничку вот так вот обновим черненький вот и накрасим реснички новой тушью которую вам я вам забыла показать в прошлом видео поэтому девчата мои отношения с кем бы то ни было это лишь только мои отношения и я по поводу этих своих отношений советов не спрашиваю и так далее и так далее поэтому попридержите свои советы попридержите свои фантазии понимаете вы же знаете что непрошенные советы они потом очень хреново сказываются для вас же никто никогда не примет без ваших советов мне даже высшие силы сказали понимаете понимаете что мне надо быть с этим человеком что мне надо за джу выходить замуж мне даже высшие силы сказали причем неоднократно неужели вы думаете я вас буду слушать я с этим человеком была связана еще в прошлых воплощениях неужели вы думаете что я сейчас послушаю ваши там почитаю фантазии разрушу устрою допрос Арджуни начну как вы мне там предложили я бы на вашем месте с этим всем разобралась устроила бы там проверку ну я зачитаю этот комментарий сейчас я закончу макияж чтоб дословно чтоб ничего не приврать ты блин что-то в глаз попало я бы там нашла бы в Индии людей да пошла бы там разбираться да провела бы расследование девчата ну это может быть вы бы так сделали мне это не надо делать сейчас вот я все брошу побегу в Индию с этим всем разбираться нанимать людей буду чтоб они там со всем этим разобрались вы вообще как это себе представляете зачем мне это надо зачем мне разбираться с тем чего не существует ну как бы чего как говорится не существует это понятно а во вторых девчата я вам еще раз повторяю я не такая дура чтоб меня так взять и раскрутить на что-то там это во первых во вторых я вам еще раз повторяю этот человек мой муж и если у мужа даже трудности какие-то они иногда время от времени бывают и если жена в этом может помочь жена может в этом помочь потому что она помогает своему мужу понимаете а не какому-то парнише который вдруг там затесался каким-то боком в ее жизнь понимаете в чем дело это нах económiques да а даже получается а а да да а а у макияж девчата ну вроде как смотрите тушевочка очень хорошая да смотрите как хорошо все растушевана вот мне очень нравится прикольно реснички девчата у меня есть подписчица любого классная женщина кстати здравомыслящая классная женщина мы с ней общаемся уже второй год даже вне youtube обменялись телефончиками она мне как-то посоветовала сыночку ссылочку скинула что она на валбересе нашла вот эту тушь это корейский какой-то бренд бэбью называется и вот эта тушь у них там 150 рублей якобы она удлиняет все ну короче хорошая тушь я послушалась вот любаву купила девчата она чем-то похожа на эту это у мэй скай скай ваш или как называется на моей у мэй былин да была такая тушь как раз последняя перед перед санкциями вот она похожа по оформлению на эту мэй былин а вот качество той туши мэй былин я не знаю я не покупала туши как раз в энди в этот момент было а вот пару недель назад по совету любавы купила эту тушь когда вчера позавчера я делала макияж и рисовала ею классная тушь так что любого благодарю вас очень-очень а вот действительно хорошая тушь хорошо прокрашивает реснички приподнимает не сильно но приподнимает удлиняет то есть хорошая тушь тем более за такие денюжки 150 рублей но я ее брала там за 154 рубля она сейчас на вал бересе как раз вот 154 рубля стоит бюджетно но тушь хорошая что кто на бюджете девочки можно будут хорошие реснички не знаю как вам там в камеру видно или нет но то есть она намного лучше вот намного лучше чем вот это у меня было вен собой недавние помните я прям постоянно мучилась пока ей красилась но постоянно мучилась это тушь классненько раздражала Поэтому, девчата, знаете, благодаря Арджуне за 4 года в Индии со мной ничего плохого не случилось. Никто меня не обворовал. Не изнасиловал, не избил. Я нигде там не потерялась. Не украли меня в рабство. Не утопилась в ганге. Понимаете, это все благодаря Арджуне. То, что он всегда был рядом. И когда я там болела чуть-чуть, недомогания какие-то, он всегда бегал. За таблетками, массаж, таскал эти тазики, когда меня там рвало. Или там еще, когда там кровотечения открывались, и так далее, и так далее. Понимаете? За мной, я говорю, за всю мою жизнь. никто за мной так не заботился, не оберегал, не заботился, не спасал и не волновался за меня. Никто не был такой верный. Поэтому я говорю, девчата, если хотите что-то писать плохое про моего Арджуну, не зная его, тысячу раз подумайте. Ну, что еще раз говорю, надо вам рот помыть, прежде чем о нем что-то писать. Ну, и меня не надо считать такой безмозглой дурой, наивной, слепой, потому что я не такая. Может, у меня вид какой-то такой, как людям кажется, да, что я какая-то там тупая дурочка там, наивная. Нет. Это может быть только вид такой. На самом деле, я не такая. И у меня хватает, я говорю, и видения, и интуиции, и знаний, чтобы очень четко видеть, что из себя представляет человек. и в отношениях я достаточно строгий человек. Если я вижу, что человек прям, да, действительно там обманывает, или там где-то гуляет на стороне, а мне там заливает песня о любви или еще что-то, я с этим человеком долго уже не церемонюсь. раньше, когда была молодая, по наивности и думала, ой, надо сохранить враг, там, церемониться, там, чего-то ждать, терпеть, прощать. Сейчас я не прощаю, потому что это не в моей компетенции. Как говорится, Бог простит. Зачем мне прощать? Это, как говорится, я что? А вот. Но я не терплю. Как только я вижу там, что человек где-то налево смотрит или где-то пытается меня раскрутить в чем-то или еще что-то, я сразу просто режу эти отношения и говорю досвидос. Потому что я не боюсь остаться одна. Вы понимаете? Но время свое драгоценное я не собираюсь больше тратить на такие отношения. И это не важно. Дружеские это отношения. Или там отношения с мужчиной и так далее. Понимаете, да? Это я раньше терпела, думала, ну я же люблю эту подружку. Ну да, она тут меня использует, ну ладно. Ради любви к ней, такой просто любви человеческой, я потерплю. Я посмотрю, как об меня там обтирают ноги. Сейчас я этого не терплю. поймаете? Так. Сейчас я этого не терплю, терпеть не собираюсь, потому что у меня нет на это времени. просто тупо нет времени. Я не хочу таким людям больше отдавать свое время. Потому что раньше, почему я отдавала? Потому что я надеялась. Ну да, человек просто не понимает, он просто пока меня не оценил, ну придет время, он меня оценит, да хрен с два. никто не хочет никого ценить. Мало таких людей, которые ценят, очень мало. Поэтому не хочешь оценить. Я вот вижу, человек, да, там начинает пользоваться, но не ценит. Все, до свидос. До свидос. Так, где моя классная помада? Так, это что у нас? Это Белла. Так, мы сейчас новенькая помада еще губы накрасим. Вообще, красота. Так, девчата, это помада от бренда Люкс Визаж, матовая их линейка, 524 оттенок, Люкс Визаж, матовый. Он такой, такой, ну, красивый, короче, коричневый цвет. Ну, здесь он выглядит чуть-чуть ярче. Такой пыльно-коричневый, розово-коричневый в какой-то степени такой он. Сложный оттенок, не очень прям яркий, ну и нормально. Потому что у нас глаза и так такие, да, очень яркие. я просто поняла, что если человек сразу вас не ценит, изначально не ценит, он и дальше вас ценить не будет. А мы все хотим оцененности. Мы все хотим нормального отношения к себе. И нам всем неприятно, когда нас используют. Поэтому сейчас я предпочитаю быть даже одна, чем с какими-то левыми подружками, которые появляются только когда им надо. Или появляются, когда у тебя хорошо, чтобы это хорошо твое забрать, разрушить, ну что жаба душит. Понимаете, поэтому лучше я буду одна. Мне есть чем заняться, слава богу. У меня даже на себя, на свои дела дел не хватает. Поэтому я сейчас живу, как говорится, для себя и для своей семьи. А не для подружек, а не подружкам там бегаю, жизнь устраиваю. Девчата, такой вот цвет, сейчас вам покажу здесь. Цвет красивый, красивый. он такой коричневый, но он такой красивый. Какой-то коричневый, девчата, я не могу объяснить, какое дневное освещение, но сейчас вам так под разными ракурсами посмотрю. Он такой нюд, такой нюдовый, коричневый, но не беж, а потемнее. Вот. Такой коричневый, с розовинкой, наверное, такой. Мне нравится такой красивый цвет. И качество помады, она матовая, достаточно хорошо держится. достаточно стойкая, хорошая. Хорошая, красивая. Так, давайте пока светло, мы посмотрим оттеночки, потому что потом, видите, девочки, можно вот так вот загибать, так вот палетку держать. Я говорю, я ее купила, потому что, ну да, хотелось попробовать наконец-то этот визиарт, потому что он уж так хвалит, ну так хвалит. Хорошие тени, девчата, хорошие, качественные тени. Но опять же, долго не покупала визиарт, потому что мне очень важно оформление. А здесь такой красивый рисунок, но такая она, миленькая, красивенькая, тоненькая, вообще, короче, мне нравится. Вот, макияж получился хороший. Давайте по очереди пройдемся по оттеночкам. Вот, такой оттеночек, мы его вот сюда поставим. Вот такой он, такой металлик, сатин, металлик такой, как пыльная роза, наверное, такой цвет, короче. Ну, цвета красивые здесь, девочки, все. А вот, этот у нас матовый, матовый, ну, цвет слоновой кости, девочки, просто матовый. Я его сюда поставлю. А, тут получается три матовых оттенка. Вот эта слоновая кость, ну, чтобы на все века, да, там, припудрить такой оттенок матовый. Ну, вот он здесь, ну, видите, он сливается с кожей. Вот, потом идет, опять же, такой, типа, металлик, да, или шиммерный. Цвет, такой светлый кофе с молоком, я бы так его назвала. Вы видите, да, вот такой оттеночек. Так, следующий оттенок у нас, это вот этот розовый, это этот кофе с молоком, это матовый, и вот этот. Ну, этот такой он светлый, видите, вот я его в уголочке глаз нанесла, это можно под бровь, в уголочек глаза, тоже такой сатин, светлый сатиновый, видите, такой, ну, сатин такой хороший, ядреный, видите, такой металлик даже практически, ну, не металлик, ну, шиммер, или как это называется. То есть, его можно под бровку, на все веко, подсветить уголочки глаз. Качество хорошее, девчата тянутся. Так, теперь давайте второй ряд пройдемся, начнем отсюда. Так, это что у нас? Это у нас обычный бронзовый цвет. Обычный бронзовый, не бронзовый, а этот, медный, да, медь, девочки. Медный цвет, потом у нас идет вот этот коричневый, матовый, которым я делала макияж, мы его сюда нанесем, вот сюда. И качество теней, конечно, хорошее. То есть, если прям хотите палеточку, хорошую, чтобы макияжик получился, чтобы пятна не наставить, это коричневый, матовый, девочки. Вот, и чтобы она достойна в оформлении, легенькая, чтобы хорошо выглядела, вот визиарк можно брать. Так, а это у нас тоже матовый оттенок, но он такой, знаете, пыльная роза, такой, как это, винта, винтажный, матовый оттенок, пыльная роза. Но это, видать, для теплых макияжев, чтобы орбитальную складочку делать, да, строить форму макияжа, а это уже для холодных макияжей, и для вот этих, вот этих пыльно-розовых оттенков. Видите, такой красивый, я люблю такой оттенок, пыльная такая роза, обожаю такой оттенок. Так, ну, рядышком с ним, тоже, такой теплый оттеночек какой-то. Ну, тоже, такой рыженький, знаете, девчата, рыженький сатинчик, вот он. Так, и нижний ряд, девчата, нижний ряд. Давайте отсюда начнем. Ну, это такой цвет бургунд. Винный, бургундий, красивый, красивый, не, оттенки, конечно, красивые. Честно сказать, я, вот эти медные, ну, оттенки цвета меди, я не люблю. Вот видите, такой бургунд красивый, он тоже у нас такой сатиновый. Так, потом рядышком с ним идет такой, как светло-лиловый, такой светло-сиреневый, холодный, зимний оттеночек. Так, вот он здесь, такой светло-лиловый, холодный оттенок. Так, рядом с ним идет тауп. Холодный, коричневый тауп. Вот такой оттенок я люблю, прям такой холодный тауп. Вот он, девчата. Вот, видите, да? Холодный тауповый оттенок, коричневый. Вот он. Вот. Вот, вот, вот этот, который мы брали, вот он, холодный тауповый оттенок. Такой кофе, как, ну, тауповый, короче, цвет. И темный, матовый. А, ну, получается здесь четыре матовых. Да, четыре матовых, коричневый, пыльно-розовый, телесный и вот этот, вот этот темный, который, ну, которому можно и стрелочку рисовать, и уголки затемнять. Такой вот, ну, знаете, он не черный. Он, кстати, не черный, девочки, а он такой, темно-коричневый, такой красивый цвет. Прям, вот как темный-темный, горький шоколад, такой красивый цвет. Видите, он не черный, он такой, ну, холодный, холодный, темный, коричневый, такой красивый. Я люблю такие цвета. Красивый цвет. вот такая палеточка, девочки. Теплые, холодные макияжики. Цвета достаточно универсальные и для голубых глаз, и для разных. Вот. В общем-то, для всех оттенков глаз универсальная палеточка. Вот. Но я говорю, если бы не ее, вот это оформление, чудесное, оформление, именно вот этот узор, то, что она сама фиолетовая и с таким красивым, можно сказать, даже восточным, индийским узором. Ну, она и называется Кашемир. Визиарт Кашемир. Кашмир. Видите, Кашмир. Визиарт Кашмир. А вот, то есть, в Индии же есть штат Кашмир. Вот. Поэтому, можно сказать, Индия, Кашмир, восточный рисунок, фиолетовым таким, да. Поэтому я сподвиглась и купила эту палеточку. Ну, я рада. Рада, наконец-то, я ее и вам потестила, показала. И сделала макияж. И то, что у меня получилось, мне очень нравится. Так. От нее коробочка. Вот такая. Вот. Так что, будем пользоваться всю жизнь. Вряд ли я ее буду продавать. Вот. Потому что она, я говорю, она компактная, красивая. То есть, здесь сошлось все. И оформление, и качество, и цветовая гамма. То есть, поэтому такая универсальная палеточка лично для меня. Поэтому буду я ее пользоваться. Так. Что? Нам надо сделать румянчики. Мы не сделали, да, девчата? А уже темнеет. Так. Румяна, румяна, румяна. Так, девочки, я вам тоже в покупках показывала, да, что я купила двое румянчиков. Это Art Deco. Наш, да, российский бренд Art Deco. Кремовые румянчики. Я взяла два оттеночка. Номер 11 и номер 12. Номер 11, он холодный, розовый. Хотя макияж у нас теплый. Давайте возьмем теплый. Короче, это номер 11. Знаете, как он называется? Такие красивые, ой, красивые у них названия. Блин, я не вижу. Сейчас, подождите, может быть. Просто темно еще тоже. Походу, когда темно, у меня это сахарный пион. Короче, это 11 оттенок. Это 11 оттенок. Такие красивые баночки у них. Вот. Это 11 оттенок, холодный, розовый. Называется этот цвет сахарный пион. Пахнет жвачкой бубльку. Вот такой красивый холодный розовый оттенок зимний. Зимний утренний. Но мы будем, поскольку макияж теплый, будем теплым делать. Я специально их два купила. Во-первых, тоже нравится баночка, упаковочка, нравятся кремовые тени, тоже я люблю. И мне я просто одного блогера подсмотрела, он так хвалил. Я думаю, блин, мне тоже нравится и баночка. Ну, раз хвалят качество, то, ну, понятно, значит, качество. А вот. А это двенадцатый оттенок, девочки. Там много оттенков, но я взяла именно эти. Блогер показывал только одиннадцатый, я и двенадцатый взяла. Вот, это теплый, и он называется нектарин. Он называется нектарин. Оттенок. Вот я хочу им сейчас сделать это щечки. Тоже бубль гумом пахнет, такой тепленький, девочки, красивый, теплый оттеночек. Так, у нас темнеет. Все. Как всегда я засиделась. Хочу вот, о, видите, девчата, такая кремовая нежная текстура. Я раньше румяна вообще не понимала, а сейчас мне нравятся и сухие румяна, и вот кремовые румяна. Вот, смотрите, даже пальчиком, видите, как он хорошо это прям в кожу впечатывается, грубо говоря. Вот, даже пальчиком вот его можно вот так вот. И, смотрите, красивенько. Даже, я бы сказала, что кремовая румяна особенно, вот эти мне очень нравится. Очень приятная текстура, держится долго. Вот. Как-то с кожей сливается, как будто прям естественно, но мне нравится. Прям здорово-здорово. Сейчас мы еще кисточкой их немножечко разнесем. И вообще красота. они даже имеют, видите, такой чуть-чуть этот сатиновый эффект, сатиновый финиш, поэтому даже и хайлайтер добавлять не надо. такой нежный, красивый сатиновый эффект. Ну, короче, я в восторге от этих румян, девчата. Я пару недель выискивала их на всех маркетплейсах, потому потому что именно вот этих двух оттенков не было. Я ждала, добавляла там выиспранные, чтобы мне там пришли оповещения, плюс еще цены естественно разные. В итоге я их заказала на озоне. Так, сейчас мы попробуем включить свет. Так, девчата, так будет. в итоге я их заказала на озоне. Наверное, отсвечивает, да? Во-первых, там была самая приемлемая цена для них, потому что в общем у них цена там, ну вот я их на озоне, они мне обошлись 253 рубля каждый. Ну, в сумме получается там 500 рублей, да? Вот. А на Валбересе там, особенно на Яндекс Маркетте, там вообще цены в 2-3 раза дороже. Но я их на озоне выловила. Классненький, красивый, баночка такая тоже красивенькая, хорошенькая, крутые, румяшечки вообще. И цвет, и запах, и текстура, и оформление, все у них хорошо держится. Смотрите, как будто прям вот натуральный цвет, даже не скажешь это. Так. У меня тут лампа. Если бы знала, что засиделось, я бы лампу поставила бы свет нормальный. А вот он, видите, отсвечивает не очень хорошо. Так. Все. Я нарисовалась. Чуть-чуть отпечаталась тушь. Так. Чуть-чуть отпечаталась тушь, девчата. Значит, ей надо чуть-чуть давать время, чтобы она подсыхала. Так. продолжаем. Чуть-чуть просто лампу опустила, но все равно освещение такое на поллица. ладно, нам чуть-чуть осталось. Макияж мы сделали, девчата, сейчас мы зайдем под мое видео. Я там зачитаю эти комментарии, дабы убедиться, что я ничего не опустила, на все вопросы ответила. Вот. И правильно, так сказать, упомянула имена своих в кавычках доброжелателей, так сказать. в кавычках в кавычках притр Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже говорила, как можно расписаться, не будучи знакомым с родителями. Родители знают меня, я знаю их. И не только родители, а всю семью. Ну и в целом, я не думаю, чтобы индийская семья одобряла такую связь. Они люди традиций и в любом случае хотят для сына молодую невесту и внуков. Понимаете, хотеть можно все, что угодно. Но, как я говорю, карма штука упругая. Не всем по карме положены молодые жены с внуками. Понимаете? Традиции и традиции. А карма – это карма. Понимаете? И у кармы, и у любви, безусловной любви, возраста нет. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Более того, ихний семейный гуру сказал, что ему по карме положено, так что... Всем молчать и не рыпаться. А то хуже будет. А вот. Это, во-первых. Поэтому, что там происходит в семье, типа, непонятно. Понятно одно, что дело с этими 80-8 тысячами, типа, дело темное. Или это повод, чтобы в Россию не возвращаться. Почему? Он очень хочет вернуться в Россию. Более того, он дальше также хочет продолжать со мною жить семейной жизнью. Поэтому тоже, с чего вы такое взяли, что он не хочет возвращаться в Россию? Это я в Индию не хочу возвращаться. А он, слава богу, согласен жить в России. Просто, чтобы быть вместе. Потому что я в Индии больше жить не хочу. Мне вот хватило. Чтобы в Россию не возвращаться. Или развести на деньги и также не возвращаться. Ну, по поводу развода денег я, по-моему, уже ответила в течение этого видео. Потом что-нибудь еще придумает. Очередную проблему. Почему ему не выехать? Я вам еще раз говорю. Он готов сюда пешком идти, чтобы просто быть вместе и дальше вместе жить. Хоть в Индии, хоть в России. Человек хочет жить рядом со мной. Ему мой возраст вообще не проблема. Потому что раз такая карма, то и проблемы такой нету. Понимаете? Или вы думаете, что женщина в возрасте – это какая-то дефектная женщина. Люди сейчас однополые браки уже делают. Люди на инвалидах женятся. На ком только они женятся. Ну, почему вы решили, что если женщина в возрасте, она уже недостойна семейных отношений. Она недостойна любви. Это во-первых. Во-вторых, тут даже дело не в любви. Есть карма. Вот есть карма на любовь, на отношения с этим человеком. Я еще раз повторяю. У кармы возраста нету. Более того, ни в одном священном трактате. Нигде в ведах не написано, что жена должна быть такого возраста, а муж такого возраста. И никак иначе. Нигде такого не написано. Потому что, еще раз повторяю. Наша жизнь есть отражение нашей кармы. Какая карма, такая и жизнь, такие и партнеры. Моложе, старше, одногодки и так далее, и так далее. У кармы возраста нету. Понимаете? В гороскопе Арджуны четко написано, какая у него будет жена и откуда. Именно потому, что я не хочу возвращаться в Индию. Арджуна хочет жить здесь. Более того, ему в России очень понравилось. Потому что Россия по сравнению с Индией, это просто как ад и рай. И в России рай. Причем по многим показателям. Вы жили когда-нибудь в Индии? Там большая часть населения мечтает оттуда удрать. Разными путями. Или родители требуют таким образом отступных. Тоже логика. Каких отступных? Родители требуют отступных. У меня требуют отступных. Типа, хорошо, я оставлю вашего сына и вам еще за это заплачу. Какие отступные? Ну, тоже, вот вы когда писали это сообщение, вы, ну, вообще, что это за фантазии? То есть, если они хотят, чтобы я его оставила, якобы, да, то это они мне должны, значит, заплатить отступных. Окей, окей. Он потратил мое время, там нервы, 4 года. Давайте мне платить, и я оставлю вашего сына в покое. Так? Или как? То есть, я должна его оставить, еще денег ему дать за это? Или что? Вы вообще вот, ну, к чему вот это вот все, девочки? Ну, я просто поражаюсь. Я говорю, вот, я просто поражаюсь вот такой неадекватности и вашей, ну, извините, фантазиям, тупости, не знаю чего. Какие отступные? Вообще о чем? У него порядочная семья, порядочная, нормальная семья. Что, кстати, редкость даже в Индии. Они нормальные, адекватные, порядочные люди, у которых есть своя работа, есть свои доходы и так далее. Ну, и цифра типа странная. А, или родители требуют таким образом отступных, мол, сын поедет жить в Россию, а они таким образом теряют в семье поддержку и кормильца. С чего вы решили, что если сын поедет в Россию, то они потеряют поддержку и кормильца? Как раз таки в России у Арджуны больше шансов нормально работать вообще, да, зарабатывать и поддерживать свою семью. Или вы думаете, что невозможно отправить деньги из России в Индию? Все адекватные мужчины, они поддерживают свою семью и родители. И Арджуна очень хорошо осознает свой сыновий долг. Более того, я ему сама говорю, что Дхарма всегда заботится о наших родителях. Даже вот, недели предков, даже об умерших нам надо заботиться, не говоря уже о живых. Родители сами себя прекрасно обеспечивают. У них есть дом, есть заработок, что и у мамы, что и у папы. И когда они состарятся, понятное дело, что Арджуна будет о них заботиться. Их никто не бросает. И всегда можно сделать денежный перевод. Или самим поехать, привезти им денежек. И это нормально. Более того, я еще раз повторяюсь. Учитывая, какие заработки в Индии, там средняя зарплата, 10 тысяч, средняя зарплата. То здесь он может больше зарабатывать. Здесь как раз таки у него больше гарантий, чтобы обеспечивать свою семью. И это нормально, и это правильно. Я его в этом поддерживаю. Тоже мне странно. Или вы не знаете, что у нас долг поддерживать своих престарелых родителей. Ну и типа цифра странная, 88 тысяч. Все очень странно и неправдоподобно. А займитесь собственным расследованием. Что за институт, как называется. И попросите каких-нибудь из ваших знакомых, кто проживает в Индии, позвонить туда и поинтересоваться, что это за дела такие. Девочки, ну, я не буду никогда заниматься расследованиями. Да еще напрягать других людей, чтобы они там звонили, писали, что за институт. Я не такая тетка, которая, а, что-то услышала, и уже сейчас побегу там разборки устраивать, там еще что-то там. Я никогда не разбираюсь. Зачем мне разбираться? Я и так прекрасно знаю, что за Индия, какие у них там институты и все остальные вот органы, так сказать. Поэтому еще раз повторюсь. Именно из-за того, что вот там вот такая структура, да, вот такая коррупция, да, это одна из причин, почему я там не хочу жить. Ну, что это пипец. Там невозможно на почту пройти. Там даже на почте тебя попытаются и во все твои трусы залезть, и во все твои карманы, и что-то с тебя поиметь. Вы же, я говорю, вот вы поезжайте просто, поживите в Индии. Там люди, большинство людей, больше двух недель проживания в Индии не выдерживают. Нормальные, адекватные люди, они больше двух недель там не выдерживают. Поэтому, девчата, вот, понимаете, если вы не знаете, вот, вот, вам совет, чтобы у нас дальше не было вот таких моментов. прежде чем написать какие-то комментарии, во-первых, не надо писать свои домыслы, фантазии и разный другой такой бред. Понимаете? Потому что вы выглядите просто смешным человеком. Ну, я вам ответила, что в последующем видео я вам отвечу на вопрос. Я надеюсь, я ответила. Так, ну и, походу, тут от вас еще одно было сообщение. А я его даже не видела пока. Это вы, видать, недавно написали. Вы, видать, тут, насколько я вижу сообщение, вы тут уже, это, пообщались, да, со своими знакомыми индусами. Ну да, они вам правду скажут, конечно. Джая, то, что касается универа, Арджуны тут разводом на бабки попахивает. Не со стороны универа, а со стороны Арджуны. Это манипуляция и шантаж. Ну, типа, хочешь, чтобы я приехал, вызвали меня за 88 тысяч. Я пообщалась на эту тему сегодня со своим приятелем-индусом. Человек-бизнесмен живет на несколько стран. И так вот, он просто рассмеялся и сказал, что эту русскую девушку просто решил развести индус на деньги. Что не может быть такого. Тем более в индийских универах. А вы, Джая, поспрашайте сами у своих индийских знакомых, у той же Ирины Хиндилайф. А Ирина Хиндилайф и Саши что, учились там в университете, что ли? Пускай Саши туда позвонит и узнает, что за вымогательство такое. Вот такие странные. Вот я сейчас буду Ирину напрягать и Саши напрягать. Они сейчас будут бегать по универам. Ну, девочки. Я вам еще раз повторяю. Я прекрасно вижу, где развод на деньги, где нет. И если я вижу это, я просто на это не развожусь. Поэтому бегать, мне это прояснять тоже не надо. Понимаете? Если я вижу, что меня пытаются развести хоть кто-либо, я просто на это не клюю. Понимаете? Я просто на это не клюю. То зачем мне бегать вот эти, выяснять, по универам, еще и людей напрягать. И все тогда встанет на свои места. Да, вы узнаете точную проблему или причину происходящего. Ну, я понимаю, что вы, скорее всего, это пишете с добрыми намерениями. Ну, я еще раз вам повторяю. Добрыми намерениями выстилана дорога в ад. Бегать, разбираться я не буду. Арджуну я своего достаточно хорошо знаю. И даже, даже, если предположить, что он таким образом захотел 88 тысяч, понимаете, я все равно на это не поведусь. И все равно ему давать их не буду. Это, во-первых. Во-вторых, даже почему бы он не стал меня разводить. Потому что, я говорю, мы пятый год вместе. Мы законные муж и жена. А не просто мальчик-индус, который решил кого-то там развести. Понимаете? Это, во-первых. Во-вторых, он прекрасно знает, что такой суммы денег, даже если бы она была, я не дам. Понимаете? Плюс он прекрасно знает мое финансовое положение. Понимаете? На крупные суммы денег разводят тех барышень, которые состоятельные. То есть, когда индус думает, что она богатая, состоятельная, он видит все эти богатства, и он хочет развести. Да, такие индусы есть. Но в случае с Арджуной, я говорю, это не тот случай. Просто тупо не тот случай. Он хорошо знает мой характер. Если бы он даже об этом заикнулся, он бы просто, как говорится, пошел далеко и надолго. Понимаете? Поэтому, вот вы провели свое расследование. Бизнесмен-индус рассмеялся. А вы не подумали, почему он рассмеялся? Потому что он хорошо знает о бюрократии в Индии. Только он фиг вам будет рассказывать. Ну и тут вот эта Людмила, Людмила, как это, Давыдова, Данилова, Давыдова, под этим же комментарием там написала. Делаем ставки. Ну и Смайлик улыбается. Кто за то, что этот звонок, в кавычках, помощь другу, шантаж, ставим типа пальчик вверх, а кто в это искренне верит, типа пальчик вниз. Ну и там два человечка, видать, лайкнули. Вот Людмила Данилова. То есть вы считаете, это нормально, да? Тут какое-то голосование устраивать под этими комментариями. То есть так тоже в подельницу там поиграть. Типа давайте сейчас проголосуем там. Типа облапошивают эту дуру. Ну, то бишь меня или нет, да? То есть вот как вы себе это представляете? То есть это классный поступок с вашей стороны или что? То есть это так нормально, да? Классно так вот. То есть вы, наверное, считаете себя прям там просто крутой бабой устраивать вот эти моменты там и так далее. Я говорю, мне вот это все, я говорю, просто вот эти комментарии, и особенно вот это, давайте тут сейчас проголосуем. Я говорю, у меня просто презрение к вам. Понимаете? Вот когда женщины, другой женщине написывают вот такие комментарии, пытаясь там, да, внести какой-то рассору там в наши отношения с Арджуной, что я сейчас побегу, начну там выяснять, ссориться с Арджуной, там, там, там вот это. Неужели вы думаете, что я вот это буду делать? Я еще раз повторяю, во-первых, добрыми намерениями дорога в ад. Понимаете? А вот. Во-вторых, кто бы меня не разводил, я не развожусь. Потому что я говорю, я это прекрасно все вижу и так далее. Вот. Плюс я сама жила в Индии, и я знаю, какая там коррупция и все остальное прочее. Понимаете? Потому что в одном веневере могут и не разводить. Или этот ваш друг бизнесмен просто не знал таких случаев. А в другом веневере какой-нибудь учителяшка подумает, а дай-ка попробую стянуть денег. А вдруг получится? Да, да, нет, нет. И это практикуется в Индии. И очень много и сильно. Я вам несколько раз рассказывала. Там даже с банковских счетов деньги воруют. У людей. Вот у Джайанта, моего друга, есть банковская карта, да, оформлена на индуса. И вот месяц назад оттуда исчезло 24 тысячи рупий. Он ходил в банк с этим другом, на котором карта, разбирался. Они сказали, ну да, действительно видно, да, что деньги вот ушли куда-то, а куда мы не знаем. У нас тоже 6 тысяч мне клиент присылал, они тоже зависли. Просто зависли. А мы не знаем где, а мы чего, а мы не знаем. И вернуть не можем, мы не знаем. На Амазоне Джайант заказал товара на 6 тысяч, а ему пришел пакетик, в котором лежали индийская бижутерия, которой красная цена 50 рублей, а товара заказал на 6 тысяч. И он долго возился, чтобы в этом разобраться. И что вы думаете, разобрался? Или ему деньги вернули? Нет. Поэтому ваш друг бизнесмен, наверное, очень много отсутствует в Индии, поэтому не знает, какая там сейчас коррупция страшная. поэтому девчата, я еще раз повторяюсь, добрыми намерениями дорога в ад, понимаете? А вот таких вот, которые ищут себе, где бы поднасрать, вот типа вот этой Людмилы Даниловой, ну, я говорю, мне вас просто жаль устраивать вот эти там ставь лайк такой, кто такой, кто верит так, кто это. Я говорю, мне вас просто жаль. Бедная и несчастная женщина, нечем заняться. Собака лает, караван идет. Если вам, Людмила, нравится быть вот такой шавкой лающей, ну, пожалуйста, без проблем. Может, это единственная радость вашей жизни. Я говорю, мне вас очень жаль. Все, девчата, ариведерчи. Всем спасибо за внимание. Я еще раз говорю, надо просто понимать, когда вы пишете комментарии, понимаете, надо, как говорится, сотню раз подумать. Потому что, в первую очередь, вы показываете себя, свое мировоззрение, себя и так далее. И, во-вторых, надо понимать, что ваши какие-то вот эти советы и так далее, это просто бесполезно. Вот это написывать мне просто не целые, там, я говорю, это просто бесполезно. А потом надо еще четко уяснить в конце-то концу, что мы с Арджуной не просто где-то встретились там на Гуа по пьяному делу. Уже срывается видео, уже там места не хватает. Не просто встретились на Гуа по пьяному делу. Мы в отношениях давно, пятый год. Понимаете? И законная бумажечка, говорящая об этом, тоже в наличии имеется. Все. Всем спасибо. До свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok